Пожалуй, впервые Севастополь посещает такое количество олимпийских чемпионов. Среди них призер Олимпийских игр по академической гребле Анна Олешина, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Нелли Ферявникова, мировая рекордсменка конькобежка Людмила Титова, олимпийский чемпион по велоспорту Владимир Семенец, пятикратный чемпион мира по стрельбе из пистолета Михаил Неструев, а также первый олимпийский чемпион в истории отечественного бобслея Владимир Козлов. Сейчас мы возвращаемся к тому, что надо уделять спорту большое внимание. Ну кто как не мы, если не скажем нашим руководителям, администрации, что давайте сделаем спортзал, давайте отремонтируем какие-то площадки, давайте сделаем для детей все возможное, чтобы они занимались спортом, а не только сидели у компьютера. Олимпийцы приехали в Севастополь в рамках восьмого автопробега под девизом «Преумножим спортивную славу России эстафетой добра и побед». Делегация звезд мирового спорта уже успела объездить несколько городов Крыма и Краснодарского края. Севастополь стал предпоследним пунктом в олимпийском турне. Ветеранам что делать? Это, конечно, когда тебе Боженька дал искорку, и ты можешь с нею поделиться, это очень здорово. И многие дети это чувствуют и понимают. Вот я когда был маленький, была интересная серия звезды спорта. Мы могли ознакомиться только с книжкой. А когда живой человек приезжает, и вот, кстати, поверье существует, ты руку пожал олимпийцу, ну, вроде как и он может стать олимпийцем. Они загораются, это интересно. Ученики 50-й школы основательно подготовились к приему звезд мирового спорта. Была разработана целая концертная программа с участием талантливых учащихся. После демонстрации возможностей стартовали товарищеские соревнования среди учеников третьих-четвертых классов. Собранные команды возглавили олимпийские чемпионы. Перед стартом под гимн 50-й школы торжественно вынесли олимпийский флаг. Это движение, оно проходит уже восьмой год подряд. И олимпийские чемпионы разъезжают по всей стране, пропагандируют здоровый образ жизни. Это легенды нашего спорта, Советского Союза и России. Такого азарта не увидишь и на мировых чемпионатах. Каждая команда изо всех сил стремилась к победе. Помимо классической эстафеты, дети складывали олимпийские кольца, играли в биатлон и распасовывали мяч на скорость. Им помогали старшие наставники. Как и полагается, в таких случаях победила дружба. Вместе с собой олимпийцы привезли памятные медали, кубки и фотографии с автографами. А Олимпийский комитет Севастополя подарил школе игровые мячи. Что же касается спортсменов, чьи успехи прославили Севастополь на всероссийской и мировой арене, их Управление по делам молодежи и спорта отметит наградами в конце текущего года. В этом году у нас будет проведена заключительная акция Управления по делам молодежи и спорта, где будут честиться победители, наши спортсмены. Она называется «Спортсмен года». Мы будем подводить итоги выступления. У нас есть чем гордиться. В этот раз олимпийские чемпионы посетили лишь три школы Севастополя. Впрочем, олимпийские уроки на этом не закончатся. Ожидается, что подобные занятия пройдут во всех районах города.